всех приветствую хочу вам показать явный такой лютый брак китайской машинки так называемый китайский зингер но тут вообще у меня просто нету слов цензурных сейчас я ближе покажу вот что происходит как вы видите так не видите сейчас будет видно он она бьет слышно даже кривой игловодитель или не знаю фрезеровка такая под иглу он она бьет и ничего не сделать я уже и колотил его по игловодителю тут вот даже видно в отверстие вот все она вот так если сдвинуть она зайдет так со скрипом но тут два пути я вижу решение или еще поколотить ее туда пока не будет заклинивать это допустимое у меня бы такого мыслях не было с порядочной машинкой какой-то немецкой а с этой будет позволительно либо менять игловодитель я не знаю какой-то на подберу может быть у меня их много но сейчас я попробую таким с пролетарской ненавистью поколотить его и может быть он станет на место ну вот эта машинка не шила вообще в этой жизни ну с 90-х годов не вот просили сделать она давно у меня стоит ничего так как ты даже и вот это вот я как вижу чина вот это вот недавно у меня был точно такой же ну смысле точно такой же по форме ну не по задержанию зингер но это я не знаю с чем сравнивать палец кое с чем вот это тоже самое ладно сейчас буду пробовать колотить возьму сейчас утяжеленный молоток и не знаю что получится так особо впечатлительным просьба не смотреть ну мне такие машинки не жалко и что это дало но ее не клинит он может быть выправиться просто вот нормальную машинку уже бы давно заклинило где а тут наверно такие допуски и посадки я не знаю сейчас посмотрим о ты смотри так уже помогает наверное я буду еще продолжать эту процедуру так далее вот уже чуть-чуть чуть-чуть подкусывает так это чуть-чуть не считается для нас сейчас встала на место так это будет прекрасно а она встал то есть не совсем по центру но но за челнок она уже за корпус челнока она уже не задевает да она еще и них есть ладно еще допустимо еще произвести варварский удар так батарей так ну что ж друзья мои вот эти вот варварские удары принесли свои плоды игла почти по центру никаких задеваний за корпус челнока прямо в притирочку идет все как вы видите все отлично но прошу это не повторять потому как них бы не хорошо это с китайскими еще я не знаю допустимо но с другими машинками не надо таких экспериментов так тут стоит тоненький от гос швей машины что лишь привод у него страшно шелестят шестерни а вот этот не подходит от поэмзушки потому что он потолще что надо сделать вот здесь на наждаке снять вот эти приливы чуть-чуть и все будет нормально сейчас я ее подгоню а прям затирает вот об это места вот эти места вот здесь вот не дают крутиться так подогнал чуть-чуть еще вот это вот она тут неравномерно как-то на этом чудовище еще и махарик восьмеркой вот он вот так идет хорошо все все здесь уже восьмерка теперь понятно почему они не ставили ручные привода где взять вот такие тонкие такие вообще тридцатых годов ну это зингеровские начала века вот такие выпускали вот она тоненькая по сравнению с этой а это тоже древние это 50-х годов или 60-х а 2 м которая в ту пору 90-х годов она тут вообще никоим боком она даже близко не подойдет поэтому у них очень хорошая черта у этих машинок за что я их и люблю у них тур 2 идет с ними их можно купить за очень дешево получишь поддон шикарный пластиковый и тур 2 и все это можно купить рублей за 500 за 700 они потому что мертворожденные вот такие как правило вот у меня это до 4 по счету за этот год или не помню или 5 и ни одна ни одна не шила ни одна а все они новое их приходится там дорабатывать с помощью молотка вот этого 300 граммового алискольки там утяжеленного либо пилить что-то там тогда они будут работать и работать но это все китай этим все сказано с помощью пяти ударов утяжеленным предметом машинка шьет прямо хорошо или не прямо но шьет так довольно таки шов 5 миллиметров 5 надо же так ну ка мы сейчас на переходе к их посмотрим отлично что-то я ополчился ладно ну что ж пусть живет дальше пользу приносит так ну вот поставил иглу соточку потому как такие машинки обычно применяют для шитья толстого так что пускай здесь соточкой стоит еще лучше 110 потом поставить ну что ж пропусков нет утяжка хорошая единственное здесь закрепки нету вот это вот меня напрягает вот в этих вот машины с каменного века сначала двадцатого века но нету закрепки как-то не то все не то еще одна засада да что ж этих китайцев нету нету цензурных слов вот как вот стояла фигурная шайба естественно вот так а более никак не поставишь но с такой постановкой она закручивается на рабочий ход но на намотку шпульки никак не если ставишь как положено вверх усиками все она не фиксируется в этих пазах втулки тут я не знаю стачивать тут на нас миллиметр вон сколько надо стачивать да где-то миллиметр надо убирать да что ж такое то ну ладно отключусь а то что нибудь скажу не то в эфир снимаю дремелем сколько-то сейчас пройдусь ну и более тонкую фигурную шайбу нашел вот она вроде бы подходит так сейчас проверим как это будет выглядеть будет ли она отключать ее на рабочий ход понятно стопорный винт работает ну все ну а этот под эту под родную пришлось бы пилить и пилить хорошо я сообразил что надо шайбочку потоньше так ну вот моталочка работает тут не было вот этого винта еще регулируется которым прижим моталки для китайца видимо это такая мелочь что-то она и винт еще не абы какой сюда подходит резьба тут зимгеровская видимо вот тут вот регулируется хорошо удобно удобная регулировка прижима в принципе тут ничего менять не нужно надо просто смазать она работала все ну вот так всегда хочет что-то коротко показать рассказать а не получается прошу прощения за может быть что-то лишнее тут сказал или показал ну как могу так и снимаю так что вот вот такие вот китайские но что я могу сказать если приложить к ним руки они будут жить но покупать было на вторичном рынке они как правило все в таком вот состоянии что придется в них вкладываться либо платить за ремонт либо самому тут что-то мудрить но это все не так и просто вот тут так что лучше поискать что-то получше что изначально будет шить они вот такой вот конструктор сделай сам ладно до свидания